Привет, я Даша. А я Лидия. Да, и нам чудесно-великолепная ФАМ предложила, ну и только нам, ответить на ряд вопросов, посвященных Дню Святому Валентину. А именно любви, влюбленному и так далее. Поехала. Поехала. Давай. Вопросы. Книга о любви к родине. Я сразу три назову. Чем больше, тем лучше, да? Берем из норм. Это, конечно, лебединая песня Головкиной Ирины, которую я прочла еще в декабре того года, прошедшего минувшего, но до сих пор она у меня сидит в голове, и я никак не могу от нее отойти. Вот уж действительно, очень она ярко выразила свою любовь к родине, прям даже страсть к любви к родине. Потом дальше книга о том, который построил дед Борис Васильев, тоже общее то с лебединой песней, что, в принципе, и там, и там идет речь о семье, прослеживается как вот от революции до там дальше, что было. Но все равно эти книги очень разные. Ну и там, и там прослеживается любая корень. И третья книга, может быть, меня сейчас многие не поймут, Волкодав Семеновый. Вот он, правда, не столько к родине как таковой, а именно вот к славянской древней культуре Волкодав взывает. Все-таки это немножко разные понятия родины и славянской культуры, очень близкие, но разные. А у тебя что? Ой, Наша, правое слово, это такая вот штука прямо, она меня озадачила этот вопрос в той же к родине, да. Потому что, ну как, что такое любовь? Это, кстати, вот состояние души, особое состояние души, высшее появление. Ну мы все знаем, что это такое. Безусловно. Но вот как изобразить главное, написано об этом миллионы и миллионы, и книг, и всего на свете. Как это отобразить, как это выразить, эту любовь? Ну все равно нужно сказать, что я люблю воздух, которым я дышу. Но это все понятно. Ой, и поэтому, правое слово, книг и любви к родине очень много. Но мне все-таки кажется, что они и так или иначе связаны с героическим, с патриотизмом, и с героизмом, и с злостьем на свете. Я вот лично присоединяюсь к этим трем, тоже Головкиным, безусловно, и Борис Васильев, безусловно. И даже, более того, мне кажется, что будет следующий вопрос, мы ее опять и упомянем. Дом, который построил дед. Давай, следующий тогда. Вот. И давайте второй вопрос. Книга «Любви к семье». Тут у меня опять три книги. Борь Троицы любит, Даша тоже не против Троицы. «Колыбельян для брата», мой любимый, Крапивин. Там прям вся повесть пропитана все-таки заботой старшего брата, младшим. Забота о том, что вот мир такой-то, такой-то, а вот там братишка вырастет. И как он будет все это, ему же сложно менять мир для братишки, к тому времени, как он вырастет. И вот в каждом его поступке прослеживается у главного героя, что надо там для брата, надо там вот. И вот он и за молоком для него бегает, и колыбельный ему поет, когда тот плачет. И вообще все, это гениально. Еще одна книга «Майси сражерной на каменной полке» Анна Белли Питчер. Я не уже несколько раз рассказывала. И сразу помяну следующую, потому что очень... Сюжет, опять же, схож. «Милые кости» Элис Сиболт. И там, и там, после акта насилия над одними членами семьи, прослеживается разделение членов семьи. Ну, я считаю, это тоже показатель... Чего-то у нас кошки-то семьи расфуганилось. И собралось, и покрывало. Это тоже показатель, собственно, семьи, и это хорошо. Это здорово, конечно. Мне не... Вот тут, а вот с моей стороны, на каменной полке ты мне так и не дала почитать. Я запретила. Она же... Да. Слезами, которые ему придутся, это же будет небольшой такой комнатный фонтанчик. Вот так. Так что эту книгу я не читала, но я тебе доверяю и верю. И первую книгу, к счастью, я прочитала. Присоединяюсь тоже. Потому что, опять же, возвращаемся, что вроде как семья, это нормально, все должны любить друг друга. То есть это однозначно подразумевается, и всё это. Но, однако, вот в жизни-то это совсем... Да, всё не так вкладывается. Да. Слезы всегда бывают. И она неоднозначна, и отношения к семье, ну и к родителям в том числе, конечно. Хотя, казалось бы, тоже дети к родителям, родителям детям однозначно должны быть любимые. Но, увы. И добавить любви к семье. Ну, я всё-таки ещё немножечко причислила этот дом, который построил дед. Ну, сюда тогда подходит «Лебединая песня». Ну, и это тоже. Поэтому они как бы разные, но всё равно это важно. Но всё-таки они вместе. Ну, поехали тогда дальше. Книга любви ко второй половинке. Ну, тут... Можно просто назвать любого женского автора, скажем так, да. Ну, я вот становилась, тоже не совсем со мной многие согласятся, «Сумерки». Стефани Майер. А что? Там вторая половинка, там две-три половинки соединяются в одну, в одно целое. На протяжении пяти книг волшебных, чудесных, очаровательных, замечательных пяти книг. Очень выразительно. Там и тебе и самоотверженность, там тебе и левенность, и вообще все симптомы на лицо. Я когда сам-сам первый раз читала, я вела себя в точности как абсолютно люблённый человек. Ну, конечно, так. Но, опять же, и любовь, если есть половинка, если посчастливится в жизни, ты её встретишь. Это, конечно, хорошо. Автор, конечно, всё это из головы берёт, то есть придумывает эти ситуации. Но, как правило, сколько мы не читали книг, а их великое множество, то идёт речь больше всего о несчастной любви, о безответной любви, либо вот типа такой. Конечно, есть типа «Золушки», вот, или «Алая паруса», я, безусловно, «Алая паруса» – это классика. Тут уж ничего не скажешь, поэтому я бы присутствовала к топ-книге в этом смысле. Но я почему-то, когда вот прочитала вопросы, знаешь, что я, сразу мне на ум пришло? Мне на ум пришёл, гранатовый браслет закуплено. Сейчас опять ревет начнётся. Нет, ревет я, конечно, сейчас не стану, потому что надо читать. Как глазки заблестели. Но она просто уникальна по своей природе, по своей эмоциональной такой наполненности. Вот это истинная любовь, причём издалека ничего не нужно ему от этой любви. Вот только чтобы оно было, был этот объект, так сказать, и всё. И мне хорошо. То есть это вот нормальное состояние души, когда человек есть, и от него ничего тебе не надо. Он есть, и тебе от этого хорошо, комфорт, счастье. Хоть и печально, конечно, заканчивается. Книга любви к жизни. Вот это был, наверное, самый сложный вопрос. Я долго-долго сидела, думала, смотрела на свои книжные полки, пролистывала посты в блоге, где у меня, как бы, за каждый год у меня отдельно перечень, что я прочла. Подумав, я остановилась. Эрланд Лу. Наивно. Супер. Казалось бы, почему, вот, собственно, я это считаю, книга любви к жизни, ведь там человек в депрессии. Но там человек не просто в депрессии. Там человек, находясь в депрессии, ищет способы, порода откровенно глупые, детские, наивные. Но он перепробовал очень много, чтобы выйти из этой депрессии, у него вышло, он добился своего. И вот это стремление уравновесить свое душевное состояние, в этом очень много проявляется в любви к жизни. Ну, это так, конечно. Ну, а я все-таки скажу, что о любви к жизни, все равно, ощущаешь это любовь, вот именно через испытания, через лишения. То есть, кстати, что имеем, не храним, потерявши плачем. Вот пока нас, так сказать, не треснут, ну, так и в книгах обычно ситуации такие жизненные, что человек теряет себя, близкого там и так далее, здоровья и прочие дела. Вот через это уже и начинает только ощущать любовь к жизни. Я все-таки, вот как пример, поиск настоящий, у меня человек, конечно, тоже классика. Пусть она и остается, он им, одной из ярких воли к жизни, любовь к жизни, чтобы вернуться в строй и стать человеком, как оно есть. Пока я жива, тоже согласна с этим, я что-то больше ничего такого не придумываю. Ну, я вот Донцова даже отношу, ее книги, поскольку она ощутила… Особенно и на записке «Безумно тимийские», это вообще… Я к этому… Утекаешь из кадров. И эту книгу тоже. Ну, таких книг много, и в жизни таких ситуаций много. Я особо вот восхищаюсь, например, Стивеном Фоггинсом, это астрофизик английский, у которого… Ну, о нем ты вообще можешь сейчас сами говорить. Ну, я просто одно слово скажу, что это просто в 20 лет заболеть, а сейчас, ему, слава Богу, себя спать, быть трижды женатым, иметь детей, а у него шевелится только один палец. Один. Ни глаза, ни вообще ничего. Всемирно известный ученый на весь мир выступает, учит. Ну, просто невероятная воля к жизни. Ну, и любовь, соответственно. Ну, и пятая, последняя книга «Воплощение любви». Теселяры, неверьте, надеяться любить. Мне кажется, комментарии здесь излишни. И я. И я того же мнения. Это одна из последних наших писательниц, и мы восхищены, и довольны. Кстати, чуть ли не единственная зарубежная автор, которая у меня в любимчиках. В основном, я, конечно, как человек русский, читаю, ну, читаю я всех, но люблю безмерно вот именно русских писателей. Сильна Архимов, фактически единственный зарубежный писатель, к которому я отношусь. В общем, уважаемый я, который у меня в избранном, в избранном белом списке. Это так? Ну, и вопросы исчерпаны. Что, остается только пожелать? Пожелай. Всем любви. Всем любви. И очень хорошая книга любви разной и всякой. Ну, и с Днём влюблённых, кто в это верит, кто это чтит. Всем желаем счастья и любви. Да. До свидания. Пока. Пока.